Новые чувства и мир страсти откроются для тебя. Самые горячие и тайные желания станут реальностью. Но помни, все это – флирт. Сеть интим-магазинов «Флирт» Горбачева, 62, Роза Люксембург, 95А и Некрасова, 9. Это проект «Место происшествия» на Первом городском канале. Мы показываем то, что другие еще не успели обсудить. В студии Татьяна Грудинина. Смотрите сегодня в выпуске. Уважаемый водитель, я на кто за рулем? Вещина, я на рулем. Вещина, я на рулем. Уже не учебник, скрывайте, не воспользуйтесь. Второй участник ТП. Вы видели, кто ехал в рулем? Я вот когда выходили вот так вот со второй машиной, первый как бы мужчина. Я выходил, позавлюсь в последний день. Не надо сгибать! Где куплирук я вертал? В неземовой. То есть прямо из роботи попал? На сайте. Минусы признаешь? Да. Раскаиваешься? Очень. У старого моста произошел беспрецедентный случай. Пьяный водитель Форда спровоцировал массовое ДТП. А другие участники аварии пожалели его и даже решили, как говорится, отмазать. Сотрудникам ДПС они заявили, что виновник аварии не пьяный мужчина, а его трезвая жена. Как удалось разоблачить этот преступный сговор, выяснял Павел Москвин. И резкий удар в левую, в заднюю сторону. И меня откинуло вот сюда, в бордюру и к нему задний бампер. Это был аварийный паровозик. Кроссовер Hyundai стоял в пробке, за ним Volkswagen Polo, а уценил их водитель еще одного кроссовера Ford Kuga. После приезда на место сотрудников ДПС все участники аварии в один голос заявили, что за рулем Форда ехала женщина. А этот мужчина с признаками опьянения сказал инспекторам, что он пассажир Форда, а за рулем была его трезвая жена. Также в салоне ехал ребенок, которого супруга увезла с места ДТП. С виду ничего подозрительного нарушения, экипаж Форда не отрицал и был готов к оформлению ДТП. Но странности начались позднее, когда приехала якобы виновница аварии, водитель Татьяна. Ехали по мосту, ехали по мосту. Семьяна смотрела на хмельного мужа, как на врага. Она не ожидала такой подставы и еще не знала, что полицейские получили информацию от активистов ночного патруля о подмене виновника аварии и сговоре между водителями. Я еще раз говорю, будем поднимать все видеозаписки. Все из камерки наблюдения. Кто ехал в это направление, ориентировался, чтобы ждали. В любом случае, так что будут признаваться на... Но признаваться Семьяна Форде не планировала. Совесть проснулась только у водителя кроссовера Hyundai. Он рассказал, что водитель Форда был с признаками опьянения и уговорил всех на эту авантюру. Мы при нем договаривались, что давайте другой водитель сядет за руль. Но это все записано, понимаете, как это все будет выглядеть. Как будет разворачиваться. И что он там пообещал, что там страховку, там у меня есть страховки, там нету. Нету там вообще есть. Нету, что есть страховки. Зачем вы? Ну как вы, как я понимаю, может я, конечно, ошибаюсь, но почему вы выгораживать водителя от пьяного начинаете? Так что я думаю, наверное, лучше правду сказать, нет? Конечно, лучше правду. Конечно, я думаю, что пьяный водитель совершил ДТП, такого наделов не теряло, а страховки все равно у них нету. Ну, я про жюри. Я все понимаю, что это может быть, но так будет намного проще и удобнее. Потому что такие люди даже если с вами на телевизор едут с признаками, понимаете, о чем я имею в виду? Ну, это преступник, понимаете, настоящий преступник. В итоге на месте аварии полицейские провели очную ставку между водителями. Шофер на ХНД показал, кто был за рулем Форда. Уважаемый водитель, ехал кто за рулем? Мужчина ехал за рулем. Первый участник ДТП, вы видели, кто ехал за рулем? Ну, я вот, когда выходили, вот так вот, со стороны машины, первый как бы мужчина. Я выходил с пассажиром с возникнением. После этих показаний мужчину отвели в патрульную машину и оформили за пьяное вождение. Также выяснилось, что в момент ДТП в кроссовере был он и его ребенок. Жены вообще не было рядом. В итоге это получилось массовое ДТП по вине нетрезвого водителя, в котором едва не пострадал ребенок. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Пора бы уже приноровиться к суровым условиям зимней езды водителю «Десятки». На дворе все-таки далеко не май. Морозным днем в Кирово-Чепецком районе мужчина не вошел в поворот и оказался в кювете. Детали на месте происшествия для рубрики «Обзор аварий» выяснял Павел Москвин. О своей неудаче водитель «Десятки» предпочел не говорить. Оно и понятно. Виноват в ДТП только сам шофер. Он ехал из Кирово в сторону Кирово-Чепецка. При повороте мужчина не успел вовремя сбросить скорости. На скользком асфальте машина съехала в кювет. По предварительной информации травмы никто не получил. Пострадал сам автомобиль. После аварии его пришлось вытягивать тросом с помощью более тяжелой машины. Не надо снимать. С первого раза отбуксировать авто не получилось. Возможно, требовался более увесистый буксировщик. Водитель другой легковушки потерпел неудачу в районе нового моста. Только в этом случае автомобиль оказался на крыше. По предварительным данным, в этой аварии нет пострадавших. На перекрестке улиц Производственная и Московская столкнулись два автомобиля. Судя по этим кадрам, водитель темного авто хотел повернуть налево, но не смог остановиться, видимо, из-за скорости и скользкого покрытия. Машина перекрыла путь встречному минивену, и они столкнулись от удара. Второе авто выехало за пределы дороги. По предварительной информации, медиков на место аварии не вызывали. На улице Красина не смогли разъехаться еще две машины. По предварительным данным, пострадавших нет. У обоих авто повреждена передняя часть. Кто виноват, зависит от того, кто именно выехал с прилегающей территории. Из-за ДТП проезд для крупногабаритных машин был временно закрыт. В Кирово-Чепецке на улице Луначарского произошло ДТП с пострадавшим. 43-летняя женщина-водитель Рено Дастер повернула налево и на перекрестке сбила 28-летнюю девушку. Пострадавшую не госпитализировали. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В Кирове полицейские поймали двух серийных фальшивомонетчиков. 30-летние мужчины и женщины сбывали поддельные пятитысячные купюры по всей области. Оперативники МВД насчитали минимум 22 эпизода. Как и сколько потратили фальшивых купюр зломомышленники в нашем следующем сюжете. Ранее судим? Судим. Ну что? 111, часть 1. Сбыт поддельных купюр для 31-летнего Павла казался менее криминальным, чем 111-я статья Уголовного кодекса. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Весь фальшивый кэш он тратил вместе с подругой Татьяной. На лже пятитысячная парочка покупала продукты и алкоголь в магазинах, а также оплачивала доставку курьером. Захожу в магазин, набираю продуктов. Примерно так ел домашнюю, туалетная бумага, хлеб, молоко, яйца. Такое, чтобы разменялось ингаро, как сбывало. Пяти тысяч, разменивали порядком тысячи, полторы. Выходило на размин остальное ингаро. Вычислить преступников получилось не сразу. Фальшивки владельцы магазинов находили только при пересчете выручки ее инкассации в банке. Как выяснилось, Павел начал тратить ненастоящие деньги еще в ноябре, а поймали его в конце декабря. В Нижнем Новгороде фальшивомоенщик закупил 25 поддельных купюр на общую фальшивую стоимость 125 тысяч рублей. По его словам, сбыл практически все. Сейчас Павел, Татьяна признались в 22 эпизодах. Они находятся под подпиской о невыезде, криминальной паре грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом. Михаил Вагин, Место происшествия. Проект Место происшествия и мы продолжаем. Весьма переменчивым оказалось настроение водителя Лады, которого задержали на улице Розы Люксембург. Сначала мужчина чуть ли не с кулаками кидался на репортера, но потом остыл и пожал журналисту руку и признал вину. А в конце концов даже попросил записать поздравления для дочери. Следил за развитием событий Павел Москвин. Кировщане, которые терпеть не могут пьяных водителей, позвонили по номеру горячей линии ночного патруля. По их словам, не трезвый лихач на 15-й. На Октябрьском проспекте сначала поработал в качестве снегоуборщика, легковым авто трамбовал в сугробы, затем катался по всему городу. Вот он едет уже на улице Казанской. Все, он прошел Розы, повернул на Розу в сторону Леяна. Общественники передали информацию полиции и водителя задержали. Заметив камеру, Андрей пришел в ярость. Водителю объяснили, что его снимает не Сергей, а Павел, но он то ли не поверил, то ли ему было все равно, кто производит съемку. Андрей хотел узнать, как избавиться от ответственности за пьяное вождение и решил поискать информацию в интернете у популярных блогеров. Но вскоре он разочаровался в своей попытке и хотел ударить инспектора. Роман, Анна, 43-й регион. Не надо? Вы сейчас на уголовную статью себе заработаете. После такой выходки на него надели наручники. Тяжелый случай с водителем возник и при проведении административных процедур. Андрей Яковлевич! Я слышу, ты камеру включи. Андрей Яковлевич! Камеру не слышь, ты урод! Андрей Яковлевич, к доктору поедете на медицинское свидетельство. Я все сижу только со своими свидетелями. Такое поведение инспекторы расценили как отказ от экспертизы и на него составили материал. Вскоре Андрей успокоился и признал вину. Я поехал домой к маме, где я живу. А куда поехали? Вдалеко надо было ехать? На Держинске. Я виноват в это все. Я просто это все видел, все знаю. Ребят, тебя как зовут? Павел. Павел, меня Андрей зовут. Просто я сегодня апрельфилился. И слава богу. Андрей рассказал, что у его дочери день рождения. Он попросил записать свое поздравление. Любимая дочь Юша, сегодня я попался, но тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе самого наилучшего, чтобы папа у тебя не был таким. Но я надеюсь, мы на следующий год с тобой покатаемся на новой машине. Дочь моя, поздравляю тебя. Счастья, улыбок, всего-всего. Папа тебя целует. Прости меня за ***, пожалуйста. По словам водителя, он недавно получил права и, похоже, на полтора года с ними придется расстаться. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На Попово мощный удар от газели получил водитель Калины. Он поворачивал налево и не уступил дорогу. Авария произошла на оживленном перекрестке с улицы Некрасова. Как это было в рубрике в видеорегистратор. Думал, что аккуратно поворачивает налево водитель Калины на перекрестке улицы Попова и Некрасова. Но шофер ошибся. Встречная газель одним ударом развернула ладу на 180 градусов. Хотел налево, но не заметил встречную ладу. И еще один водитель Калины на улице Ломоносова. Нарушитель сначала уверенно начал маневры, потом резко остановился. Тормозил и второй участник аварии. Но избежать столкновения не удалось. На перекрестке улиц Красноармейской и Володарского водитель Тигуана уступал дорогу машине с камерой. А водитель Митсубиси походу этого делать не планировал. В итоге скатился на Фольксваген. Не уместились на узкой дороге водитель Приоры и таксист на Хюнде. Водитель иномарки хотел проскочить, но в итоге скатился на ладу. На улице Милицейской водитель машины с камерой едва не протаранил седан, который опасно выезжал с парковки. Режим самоуничтожения. Видимо, включили двое водителей на хлебозаводском проезде. Они обогнали пробку, несмотря на встречные автомобили. Соревновались в дерзости два водителя на улице Ивана Попова. Один на Мазде сначала лихо совершил обгон, а другой на «Шевроле» умудрился его подрезать у перекрестка. Да, ***. Не самый ***. Не самый последний ***. По крайней мере, пока. Сейчас его еще... На красный ***. Михаил Вагин. Место происшествия. На сегодня это все. Актуальную информацию вы можете прислать нам на почту mpkirovsobaka-inbox.ru Либо позвонить по указанному номеру телефона. С вами была Татьяна Грудинина. Будьте внимательны и осторожны. До свидания.